Привет, друзья! Подписчики мои! Ну что ж, настало время сравнить приколыши и скрепыши. Ну, не сравнить, а просто посмотрим коробки. Все прекрасно знают и любят акцию скрепыши, которая просто поразила умы. Скрепыши 2 просто фурор. Я ворвался в YouTube, разорвал все тренды и так далее. У всех недоблогеров, которые снимали эту акцию, были копеечные просмотры в 10 раз меньше, чем у нас. Мы с вами вообще молодцы, мы с вами вообще... Ух, 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 ух! Вот. А потом вышел скрепыши 3. Немножко перебили ее бравлы из пятерочки. Совсем чуть-чуть вот не хватило треснутым. И не такой был хайп у скрепыши 3, как у скрепыши 2 и 1. С чем это связано? Ну, я думаю с тем, что, во-первых, они... В первых скрепышах была фишка с юбилейным, магнитным, поэтому так всем зашло. Во-вторых, такая же была фишка, но они уже положили. В отличие от первого раза положили юбилейного, магнитного. У меня там за окном дичь какая-то творится. Вот. А вот тут была проблема в том, что по факту они вот эти шоу-кейсы отправили блогерам, потом начали их продавать. А зачем кому-то покупать такой шоу-кейс, если он уже собирает коллекцию? Я это говорил неоднократно, что нужно было делать, продавать такой шоу-кейс. Либо с VIP-ом уже, но пустой. Вот. Либо продавать его без VIP-а. VIP-а можно было найти за ним и получить PlayStation. В таком формате, да, это бы сработало. А так, по сути, сначала у всех блогеров был VIP, это было неинтересно. Потом вообще у всех он появился, это было тоже неинтересно. Выиграть опять ничего никому не удалось. Да и монстры на каникулах, честно признаться, не то, чтобы сумасшедший какой-то мультфильм, чтобы, типа, люди так ему фанатели. То есть нет, безусловно. Вопросов нет. Мультик прекрасный. Но не перебивает он персонажей Диснея. Это раз. А во-вторых, не настолько любят его зрители. И вот в этом году абсолютно внезапно, ни для кого неждано-негадно, появляются приколыши. Дизайн одинаковый, красный. Это на самом деле проблема, потому что, по сути, ты не видишь отличия. Вот у меня, кстати, рамка для скрипышей два красная, а для третьих зеленая. И поэтому хорошо различаются. Я считаю, что приколыши, я понимаю, что цвет магнита красный. У нас даже основной канал раньше был красный. Красный прекрасный цвет. Он прям яркий, бросающийся в глаза. Прям раа. Но, блин, все-таки разные немножко бренды. Да, приколыши, скрипыши. Я считаю, что скрипыши хороши в красном. А вот приколыши, как-то они слишком сливаются в этом шоу-кейсе. Вот. Давайте откроем несколько еще приколышей. Последние, которые у меня остались, не открытые, так сказать. И посмотрим, что у нас лежит в них. А у нас тут изи-крэйзи. Что-то я не знал, куда положить. Опа. Это у нас такая вот штучка. Дальше. Бананза! Картошка 3. Пранкмен. Земля. И Ричик. Вот. Сейчас пока... А! Ну и да! Конечно! Я же нашел его. Да, заранее. Это же последний ролик про приколыши. А вот такой Феликс. Коллекции. Отлично. Его там и искали. Пока распаковывал, как сказать, что, друзья, ну, конечно, ну, как бы я не буду сравнивать акции. Я просто всегда буду топить за скрепышей два. Потому что, ну, скрепыши, они просто первые были не совсем удачные по качеству, а вторые просто идеальные. Вот. Но в целом это же одна, по сути, ну, как бы, серия, да, скрепыши и все. У них есть творожки, сырки, йогурты и так далее. Хорошие. Я буду топить за скрепышей всегда. А скрепыши 3, они самобытно интересны. До них ничего подобного вообще не было. То есть ребята из маркетингового отдела просто, по сути, придумали новую игрушку. Вот. Поэтому скрепыши 3 One Love. Приколы же тоже хороши, но пока на втором месте. Вот такое у нас было видео завершающее про акцию приколыша в сети магазинов Магнит. Акция неплохая. Были плюсы, были и минусы. Но мне понравилось. Вопросов, как бы, к этой акции таких, типа, класс. У меня один вопрос, где мерч. Все, все, больше вопросов у меня нет. Все. Подписывайтесь, пожалуйста. Что скажем, это Диндин Диндон Дигидос. Я бы сейчас чуть-чуть гамош. Всем пока-пока, друзья мои. Пока-пока.